Чем опасна профессия стюардессы? Почему раньше в полёт брали только мужчин? И чему учат в школе горпроводников? В поисках ответов на эти вопросы съёмочная группа «Почемучки» приехала в аэропорт. Настоящих стюардесс мы нашли в центре подготовки пилотов. Здесь есть макет самолёта самого настоящего, где обучают будущий экипаж воздушного судна. Почти сто лет назад, когда только появилась пассажирская, или как ещё её называют, гражданская авиация, горпроводников не было. Их работу выполнял второй пилот. Потом в Германии придумали профессию стюарда. И она была исключительно для сильных мужчин. А всё потому, что в те времена горпроводники помогали вручную завести самолёт в ангар. Сейчас тяжёлую работу бортпроводников делать не приходится. И всё же знать и уметь нужно очень много. А скажите, что должна уметь стюардесса? Стюардесса должна уметь разговаривать на нескольких иностранных языках, потому что пассажиры могут попасться иностранцы. С ними нужно уметь разговаривать и общаться. Также бортпроводники должны уметь оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. В 1930 году в США появились небесные девушки. Так называли стюардесс. Все они были высокими и красивыми, как фотомодели. Стюардессы мило улыбались, подавали кофе, следили за чистотой в салоне. Большую роль играл и вес девушки. Старые самолёты не были такими надёжными, как сейчас. Поэтому чем меньше весил экипаж, тем было лучше. Честно говоря, раньше я думал, что стюардессы только кормят пассажиров во время полёта. На самом деле, они главные по безопасности на борту. Сейчас, Фили, я покажу тебе. Перед каждым полётом мы показываем пассажирам расположение аварийных выходов. Аварийные выходы расположены в передней части и хвостовой части самолёта. Также мы обращаем внимание пассажиров на то, где находятся кислородные маски и спасательные жилеты. А научите меня так же делать руками, как вы сейчас делали, а? Конечно. Давайте попробуем. Конечно. Аварийные выходы расположены в передней части. Передней части. И в хвостовой части самолёта. И в хвостовой части. А также по бокам, да? А также есть выходы на крыло. О, на крыло. Справа и слева. Пожалуйста, выбирайте, куда выходить. Но это не самое сложное в работе бурпроводников. Главное – уметь действовать быстро и правильно в чрезвычайной ситуации. А вы умеете управлять самолётом? Вас этому учат? Нас этому не учат, но мы в экстренной ситуации не растеряемся. Мы даже можем принимать роды на борту. Кроме того, стюардесса должна быть достаточно высокой, чтобы закрывать багажные полки. Сильной, чтобы обезвредить нарушителя в случае опасности. А ещё иметь хорошее здоровье. В общем, без них в самолёте никуда. Летать опасно для здоровья? Опасно. На большой высоте меняется давление. Поэтому может появиться головокружение и может укачивать. Поэтому нужно иметь крепкий вестибулярный аппарат и здоровые сосуды. Несмотря на все трудности, профессия бурпроводника очень интересная. Экипажи самолёта каждый день бывают в разных странах и городах. Знакомиться с новыми интересными людьми. С такой работой точно не соскучишься.